Попала под дождь. Стою спиной к школе. Она кацик, кирпичная и одноэтажная. В следующий раз специально к ней подъеду, уже целенаправленно, потому что еще тут много очень хорошего и даже практически уже зрелого шиповника по прилуке. Я хочу его тоже собрать. А сейчас попала дождь. Сначала мелкий был, потом думала пронесел, потом очень сильный, крупный. Пузыри на лужах были. Сейчас он вроде подзакончился, снова пошел, но мне кажется, что он уже подзакончился практически, скоро закончится. И шиповник собирать мог, но я как бы не рассчитывала на шиповник. Я сюда приехала чисто до пенсии мне привелась, моя социальная. Она вообще привелась часа два назад. Там под храмом, где есть интернет, я собиралась через жибербанковское приложение заплатить за коммуналку. И мне вот Горбушкин сообщил, что товарищ Лена, птички улетели Снегирева, удалила мой комментарий. Хорошо, что я его засканешотила с телефона, хоть и мелко, но есть. Я так и думала, что она вот себя примерно подобно вести после того, как она сделала такую подлянку. Но зритель, который любит мои деревенские блоги, радуйся. Очень много их будет. Я каждый день стараюсь монтировать почти и почти каждый день снимаю. Мой велик. Сумочку мою. Тут пакетик. Благо аккумулятор специально положила в пакетик целлофановый. Ну да, практически все закончилось. Может быть, я сюда еще не два раза приеду, а три. Ну так уже вот смотрю. Зритель, не поверишь. Мы качали мед в воскресенье, сегодня среда. Я стала доставать кусок меда, он уже стал вот этим вот воском. Ну, воск с медом. Среди это крупные такие наросты бывают, но вот те самые. И зашевелилась пчелка. Я так удивилась, что она еще живая. Решила ее снять. Но уже бесполезняка. Не знаю, она вся в меду. Она тяжелая и вряд ли уже полетит. Даже если ее достать. Но, по ходу дела, она перестала уже шевелиться. Я не знаю, с на нее посмотреть. Просто очень удивилась. Я, короче, в итоге, ну, у школы попала под дождь. Стояла там больше деревьев как-то было. Я, ну, более-менее сухая была у этой. Потом у березки. Ну, за коммуналку я заплатила. Но потом попала снова, полился дождь. А там березка такая хиленькая от жары она как бы защищает. В ней как бы тенек даже ловится. А вот дождя, к сожалению, нет. Но там родственники как бы недалеко. Но такая погода, что, во-первых, неизвестные были бы родственники дома. Во-вторых, пока до них дойдешь... Да, он все-таки нашевелится. То это... Вымокнешь быстрее. Ну, и потом вроде он все-таки закончился. Вышло даже солнышко. Я немножко подсохло минут 15. Ну, зато я как бы под березу успела сделать дела свои. Узнала, что я уже смонтировала и что, как бы, нужно теперь демонтировать. Это видео деревенские прошлогодние. Ну, кое-что забыла совершенно сделать. Ну, во-первых, дождик был и все. Вот это не случайно, эта погода. Правда, немножко умудрилась посмотреть погоду и поняла, что ближе... Вот мне-то еще полтора, может быть, дня. Ну, и, в общем, считать, сегодняшний день, еще завтрашний день, возможно, дождик. Либо как-то пасмурно-холодно, а потом уже вроде как с 14-го погода налаживается. Сегодня у нас 12-е. Вот у меня тут медок. Кстати, ягодки мне посоветовали разобрать и сделать варенье. Тут как раз есть килограмм сахара. Хватит. Привезли мой выстиранный халатик. Забрали другие какие-то вещи, которые надо было бы постирать. Дали мне указаний, которые надо будет исполнять, когда будет теплая погода. Но я как бы совершенно не против этих указаний. Немножко приобщусь к пчеловодству. Я когда помойку выкидывала, вот сейчас нашла, ну, у нас получилось так, что кустик рябины красный, ну, деревца такое вроде как без ягод. Другое совсем маленькое такое деревце какое-то, не то что хиренькое, а жиденькое. И полтора-два куста где-то вот изначально деревья были, ну, они как бы погибли, их спилили. На их месте выросли такие рябиновые кусты. На них тоже пока нет никаких ягод. Надо будет потом смотреть, искать эту рябину. Ну, и в полукружье кустов сливы с другой стороны, как бы с наружной, с внутренней стороны. С наружной я в прошлом году еще душик принимала, но теперь там стоит Оля и не примешь никакой душик. Даже если рябина наставать как-то несколько проблемно. Есть риск ужаленной быть. А вот с внутренней стороны как бы такой в виде даже подковы эти кустики растут. И вот там некоторые такие растения были, какие-то я помню, ну, как бы раньше видела. Какие-то вот мелкая ромашка, мне кажется, она в сушеном виде или как-то, если ее погрызть или помятим. Но, мне кажется, мята отдавала немножко, если я не путаю. Еще какое-то растение, ну, вот у меня есть приложение, оно, правда, работает только от интернета. И если завтра будет хорошая погода, я поеду добирать свой куст, оставшуюся часть. И будет там интернет, если не забуду, надо будет посмотреть, что это за растение. Потому что оно у нас как бы есть, внезапно вот выросло, и там несколько еще таких веток. И мне тетушка растопила печку, а я сегодня сожгла, там бумага была. Ну, в общем, как бы газеты, на которых стояли рамки, срезанные рамки, вот распечатанные рамки, короче, с нодом, впитавшие газеты мед. Я сожгла эти кучу газет, там еще какой-то мусор бумажный был. А тетушка хотела ей заставить записку, на записке оставить, чтобы попросить, если у нее было время растопить мне печку. И забыла, она сама растопила, такая замечательная женщина, мне печку. У меня дома тепло, где-то 19 градусов, у меня в печке стоит кастрюля, она стабильно стояла раньше кастрюля, у нее была вода, грелась. В общем, у меня горячая вода, можно будет помыть посуду. Ну и сейчас у меня там череда, которую я тогда вот собрала на той дорожке за Степанова. Она у меня сейчас на тарелку ее приложу, принесла из горницы. В горнице кое-какая трава ранее собрана еще за домом. Какая-то уже почти высохла какая-то еще в процессе. Но вот череду я сейчас положила с газетки на тарелочку и брала пока в печку, чтобы она посохла. Наверное, я думаю, сегодня все. Сейчас у нас почти полдевятого, но они минут на пять-десять вперед. Ну все, 25 минут девятого на этих часах. Я сейчас тестовую, ну как бы, отзвонюся и уже буду, может быть, вообще хотела на этой полке разобраться. Я уже несколько лет хочу на ней разобраться. Прошлое лето как-то совсем не получалось, да и в деревне нормально. Ну побольше так пожить не получалось. Сегодня даже пару вещей оттуда сняла и уже выкинула. Ну может быть, или буду, наверное, ягоды разбирать. На ней, наверное, завтра разберусь. Короче, приду сейчас и буду разбирать ягоды. Засыплю их песочком, завтра сварю варенье. У меня тут даже есть баночка. Плюс сюда еще привезли несколько баночек. Ой, я зеваю, в общем. Пока, зритель, это у нас был 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Седьмой день, ух ты, я тут уже неделю живу, оказывается. 12 августа сегодня было. 2020 года. Ниджу Ниджу Ниджу. Это кто забрался в горку и уселся, как король. Это Тишка. Кружочком свернулся и зевает. Это нижняя часть горки, второй этаж. На верхней части, я сейчас поняла, горками напоминают двухкамерный холодильник. Внизу камера морозильная, а вверху все остальное. Или наоборот. У нас вверху все остальное, а тут всякое тряпье. Тут три этажа, а внизу два этажа. Это часть питерского гарнитура. от самой бабушки, который, его родителей, которые как раз основатели этого пчеловодства. Мне показалось, что там что-то такое, а это просто отражается камера. Вход ушел. Можно дырочку закрыть. Дверку, точнее. Пошел хавать. А, да, ведь Рикер, я же с тобой попрощалась. Будем сюда что-то по скрипту. Ты узнал, что кот в горку залезет. Я, кстати, обнаружила. Ну, мне тебе говорила, что она 10. Я не помню, что я со своей сделала. То ли отдала кому. То ли отдала со всем кому. То ли вообще куда-то сдала. То ли оно куда-то ушло. Хрен его знает. Короче, тут есть штука, которая такая же есть у моей тети. Пельменница ее вымыла. Сейчас она, оказывается, в синях стояла на шкафчике на весном. И это, да, меня что-то кусает без порядка. Убраться, убраться, убраться. Но сначала надо убраться на том шкафу. Но это уже завтра сделаю. Короче, этот ягоды сейчас надо разобрать и сахаром засыпать. Я ее вымыла. И потом, когда вот 20-го у меня родня приедет, что вам пойдет. Я решила тут еще на недельку задержаться. Короче, надо до 26-го. Надо будет только дать знать людям, что я задержусь при ближайшем моем славлении хорошей сети. Ну-ка, или как при луках буду, или если вот поеду завтра на поле. Туда, к ягодам, если там будет сеть. Что я задержусь, надо человеком знать. Что перевод чуть позже будет, чем после 20-го. Ну, короче говоря, это когда они поедут обратно, я попрошу их свести с собой. Потому что она тяжеленькая. Так-то, если на себе тащить. А да, вот здесь сухнет моя кепка. На печке. Этой кепке черти сколько лет. Может быть, я в 13 лет ее уже одевала. Ну, в общем, мне ее еще маман моя покупала.